День у мацестинских медведей начинался как обычно, но принял не совсем обычный для косолапых их хозяина поворот. На площади возле ресторана «Пацха» сегодня было как никогда многолюдно. Правда, посетители не совсем привычные. Судебные приставы, полиция, сотрудники МЧС и зоозащитники. В такой кампании исполняли решение суда Хостинского района – изъять двух бурых медведей и передать их на временное содержание Московскому фонду защиты животных. Решение суда было вынесено 6 числа. К исполнению лист был подан сразу же к нам в районный отдел. Мы сделали выезд к руководителю предприятия, вручили ему постановление о возбуждении исполнительного производства, где все описали. Где написали, что будут происходить уже исполнительские действия. Мы предупредили, что это будет вторник, рабочий день. Это уже не первая попытка изъять у хозяина бурых медведей. Здесь, в клетке, на территории ресторана они живут больше 20 лет. В последние годы зоозащитники ведут активную борьбу за косолапых. Утверждают, медведи живут в плохих условиях. Один из них даже ослеп. Более того, говорят, здесь их превратили в алкоголиков. Был Краевой суд. Хозяин медведей Пантико Узарашвили подал апелляцию. Последнее решение уже суда Хостинского района – изъять медведей. Мы открываем клетку сами? Зачем открывать клетку? Вы клетку открывать будете сами? Тогда не открываю клетку. Тогда мы делаем исполнительские действия принудительного характера. Мы не имеем права ждать, пока вы будете что-то обжаловать. У нас медленное исполнение. Открывать клетку самостоятельно хозяин отказался. В дело вступили сотрудники МЧС. С помощью специального инструмента сняли замки. После подключились с ветеринарой. Медведям поставили несколько уколов со снотворным. Только так безопасно и для самих животных, и для людей можно было погрузить косолапых из клетки в машину. Уже сегодня медведи из Сучи отправятся в Подмосковье. Теперь они будут жить в приюте благотворительного фонда защиты животных БИМ. Там есть все необходимые условия, утверждают зоозащитники. Если уж так случилось и животному не повезло, и он не живет в природе, то желательно, чтобы, конечно, как с меньшим количеством людей он общался. Потому что для животного это все равно стресс. И поэтому вот здесь, когда вокруг гуляют пьяные компании, даже если его не поют, то это не есть хорошо. Прошла информация, что их хотят переправить за рубеж. Не хозяева, а вот зоозащитники. Мы как бы, как патриоты своей страны, мы не готовы на это. Жить в Подмосковном Орехово-Зуево животные будут временно. Таково решение суда. Его хозяин медведей может еще обжаловать. Так что не исключено, что медведи могут снова вернуться в Сочи. Инга Габеши, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.